Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World The Game, и это у нас плавает Мазазаврик. Он здесь у нас не один, у нас здесь их много, но точнее я вот наконец-то могу восстановить 40-го, потому что мы сделали из него гибрида Дунклеозавра. Да, у меня уже, наверное, пару месяцев не было Мазика 40-го, и давайте сейчас мы его сделаем. И сразу кто-то решил убежать. Как только увидел, что у нас в парке появляется Мазазавр 40-го, кто-то решил убежать. Так, Мозик же, как вы знаете, у нас также тех же пару месяцев назад был немножко забафлен, то бишь усилен. То есть ему улучшили характеристики, и это правильно, но его бы еще стоило улучшить. Потому что как-то немножко глупо, да, что какие-то там Плотозавры, Тилозавры, Хайнозавры мощнее, чем Мазазавр. Мазазавр должен быть самым мощным, не гибридным существом, как по мне. Так. Так, давайте. Тебя на 20-й. Тебя на 40-й. Так, у меня вообще еды хватает? Да, хватает. Смотрим на эту прекрасную картинку. Анимация, да, практически такая же у Дунглеозавра. Так, и теперь у нас 3000 на 1000. Что очень даже хорошо. Давайте еще сделаем 20-го или 30-го. Как там у нас... Ой, поеду. С едой у нас совсем беда. С едой у нас совсем беда. Так, вообще, мне интересно, у меня главная задача была на сегодня своего дракодермика качнуть. А ну-ка, сколько ты, блин, непонятно, сколько он... Мне еды не хватит. Ну, давайте сейчас будем пробовать. Дракодерма, это наш последний гибрид. Хватит. На что у меня хватит еды? Ну, он же вроде как не супер крепкий, потому я думаю, должно хватить там миллионов пять, может, вложимся. И опять, опять, опять. Опять кто-то хотел убежать. Да. Вот так, давайте тогда предлагаю вам сначала... Ух ты, ну, красиво выглядит, шикарно, да? Мне нравится, как этот гибрид выглядит, жаль, что он маловат. В общем-то, предлагаю пойдем сражаться Мазазавром, Дракодермой, и может турнирчик какой-то захватим, да? Там посмотрим, что у нас за требования. Блин, да вы сейчас смеетесь. Не такое страшное Дракодерма, чтобы все от нее бежали. Так. Ну, вот здесь сражаться мне нечем, как вы понимаете. Я только сегодня такой турнир тоже проходил мимо записи. Так, вот такие вот у нас есть ребята. И, по-моему, здесь, да, можно как раз Мазазавра вызвать. Вот, обычно, Мазазавр, в принципе, неплохо может зайти. Но он, правда, у... 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 окочурится. Тогда давайте сделаем вот так. Он подменится. Потом пойдет пещерный какой-то. Давайте... Давайте не так. Вот так. И Мазик. Мазик, смотри, 40-й Мазазавр, как 10-й Дунглиозавр. Нет, неправильно. Как Платазавр 30-й, да? Ну, давайте попробуем пойти вот так. У нас будет, в общем-то, много водных сражений. Потом, например, куда-то будет... Сейчас Дракодермой пойдем постражаемся, наверное. 1400. А вот за два дара бы его пробил до Казавра. Но дали Харингхопс. Может, меня и за один завалить. Не, не может. Хорошо, вот что не такие сильные противники у нас в подводном царстве. Да, должно хватить. Ну, можно было и не подменяться, потому что у меня сейчас нет баллов. Меня они сейчас легко пробьют за два удара. А я его за три пробью. Ха-ха-ха. Даже за два. То есть, ну, если все хорошо. Это Казаврик, да, кстати, какой у нас используется для Дракодер. Ну, Дракодер. Так, ну вот, как раз два я его пробил. Балл остался. Ну, и Мозик будет разбираться с Геликусом, которого любит кушать Ксифактин, как мы знаем. И от несварения может умереть и окаменеть. Ну, вот он меня на три, и я его на три. Вообще, шикарнейший бой получился. Так, это у нас был триумф Мозозавра. Отпраздновали, скажем так, появление сорокого Мозозавра в нашем аквариуме вновь. Так, ну, и Дракодерму нужно как бы-то ее обкатать, но она слабовато у нас получается. Тут у нас, что? Ну, не сказал бы, что противники какие-то ошибка сильные. Она у нас пещерная, да? Вот, смотрите, Дракодерма у нас. Тысяча сорок девять. Так, так, так. Давайте тогда пойдем сейчас посражаемся Дракодермами просто под водой. Один боючек сделаем. Дракодермы, выходите. Так, вот Дракодерма, если против нее пойдет. Вот, Дракодерма, Лептостега и Дракодерма вообще шикарный поединок. А потом сделаем сороковую Дракодерму и пустим ее тоже на арену. Так, не успел, блин, запомнить. Какие у кого удары, кстати, у противника, смотрите, как. Ух ты, это что? Мой ученик явно. Блин, а мне очень не фартануло вот в этом отношении. Вообще тут сливаюсь под чистую. Он меня за один удар пробил и сейчас может меня за один удар пробить. А я его вообще никак не могу пробить. Это печалечка, ребята. Но он сейчас, наверное, протакует тоже на два. Ну, не фартанул он нам с этими Дракодермами, но ладно. А, вообще на три и пробил, блин. Ну да, все пустое, ребята. Ладно, Дракодерма, давай. Ну, он подменится на Ризода. Такой красочный. Мы еще его и не видели такого. Ну, особенно вот на этой арене он смотрится прекрасно. Ладно, это была наша такая разминка. Наша задача создать сейчас свою Дракодерму. Прикольный. Прикольная она. Мне нравится. Так. Ну, не фартануло бывает. Так, тогда делаем эволюцию. У нас прикольно будет. Да, вообще, Дунклеозавр. Вообще, сегодня бой самых крутых. Мазазавр, Дунклеозавр, Дакодерма, Лептостега. В общем, это крутейшие водные твари. Да, не туда, не туда. Вот сюда. Так. Ну-ка. Вот. Еда в ноль. Меньше миллиона осталось, ребята. Ну, зато у такого вот красивую Дакодерму мы получили. Смотрим, любуемся. Пару секунд. Такая вот, знаете, какая-то раньше была популярная на экран заставки такие анимационные, да, когда были эти старые мониторы на электролучевых трубках, они выгорали, потому нужны были вот такие вот заставки, чтобы картинка постоянно на экране менялась. Да, вот такая вот у нас вообще она прекрасная Дакодерма. Так, ну, давайте попробуем. Пойдем посражаемся с ее помощью или не с ее помощью, но мы победу одержим. Так, первым должен пойти вот ты. он подменится на этого. Потом пойдет, допустим, хайнозавр. Так, как он будет вот так вот подменится? Хайнозавр. Ну, давайте Дакодерму возьмем. О, да тут Тилика можно пробивать. Все, отлично. Он не проатаковал, у него, то есть, 3 балла будет. Не буду защищаться. Без нужды. Блин, но проатаковал на 2, нехорошо, конечно. А мне нужно атаковать на 3. Черт. А, ну ладно, я думаю, я Штилика почти пробил, потому как бы с уму ничем я разберусь. А там будет видно. Ну да, он не атакует. Как раз ему хватает 4 баллов. Так. Дакодерми 2 тоже хватит. Ну, я 4 ставлю в защиту, сами понимаете, жизнью у Дакодерми мало. Но надеюсь, у нас будет победа, мы увидим ее, этот победное проплытие, так сказать, как красиво выглядят такие цвета, красиво, естественно. Так, блин. Не говори, что ты на 4 поставил в защиту. А мог бы. Так, ну вот, Дакодерма свою роль отыграла. Смотрите, какая красота. Не успел. Ладно, потом. Потом отловлю на стоп-кадре. Ну, кстати, давайте повторно прочитаем. Да я уже сам не помню, что у нас там по Дакодерме. Так, Дакодерма означает кусачая кожа, что отлично подходит этому колючему существу. Ну, ну, где оно тут колючее? Не шибко, оно колючее. Дакодерма может защищаться от крупных хищников с помощью своего панциря, хвост, кто, кто защитит. И Дакодерма немного длиннее, куда массивнее своего генетического предка Даказавра. И так, персонал мира южского периода полагает, что этот хищный гибрид охотился бы на своего предка Даказавра, если бы ему выдалась такая возможность. Ну, а что бы он не охотился? Все-таки уж совсем другие виды. Так, ну и давайте идем, идем еще разок сюда. Так, вот ты пойдешь, вот ты пойдешь, и вот ты пойдешь. Ну, да, погнали. Блин, за один удар не хватает. Практически. Ладно, давайте попытаемся немножко защититься. вот ты блин. Думаю, вообще стоит ли оно того, не стоит. я такой чехардой обычно не занимаюсь так водный 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 я вот думаю так водный как раз силен против пещерного давайте тогда делаем так на 1 2 3 блин ах а ему хватит то на самом деле да пробьет меня но ничего страшного все нормально я тут быстро разберусь а даже двух баллов хватило так а дунка у нас там еле живой ну да только на него чихнуть и его броня рассыпется ну вот так зубы торчат вперед нас заметили так как будто бы как оптеродактиль знаете что на ходу ловит рыбу чтобы она нанизывалась ну и наборчик изменения климата 100 баксов вот так и того 12 из 28 осталось еще 21 день ребятки вот такие вот в общем то дела на этом я с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр и до скорых встреч всем пока субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok